Где ты учился? В Казахстане или нет? Пробедить 10 километров надо сделать так, чтобы ты пробежал 12-15 километров. Это было, наверное, самое сложное переседование в моей жизни. Сейчас образование гораздо качественнее и возможностей гораздо больше. А где можно найти объявление о вакансиях? Язык — это очень большая проблема, потому что у нас не такой большой охват именно англоговорящего населения. К чему нужно готовить детей? Главное — не сдать! Каждый амбициозный сотрудник мечтает стать топ-менедером. Сегодня наши гости поделятся своим опытом. У нас в гостях Эль Биги, управляющий директор ТО «Магнум Кэшн Кэрри» и очаровательная Асем, вице-президент представительства «Джипи Морган Чейз» в Казахстане. Первый вопрос у меня будет такой. Когда встречаешь таких карьеристов, как вы, успешных, интересных, сразу встает вопрос, вы с детства такими были? В школе вы тоже учились на пятерке? И вообще, что в вас родители с детства закладывали? Какие ценности? Я вообще сама с города Алматы. Я, в принципе, с абсолютно стандартной, еще в то время, советского времени, семьи. Меня воспитывала одна мама. Училась я в Алма-Ате, в абсолютно простой казахской школе. В принципе, я там училась. Ничего такого особенного, дополнительных каких-то навыков мне не давали. Единственное, что, может быть, было чуть больше времени у меня получилось уделять английскому языку. И в дальнейшем я уже поступила с казахской школой, отучившись 10 лет. Я решила поступить на русское отделение в то время в Нархоз. Но в конечном счете поступила, она тогда это называла школу международного бизнеса. Сейчас это UAB университет. Там я проучилась 4 года на русском языке. На самом деле, мне тогда еще казалось, что с казахской школы на русское отделение было очень тяжело, мне казалось, как бы адаптироваться. Но на самом деле оказалось все гораздо проще. И в дальнейшем, уже проработав 2 года в банке и в иностранной компании еще пару лет, я решила попробовать себя и поступить по Балашаку и дальше учиться уже по Балашаку. На тот момент по Балашаку, на самом деле, было не так много людей, кто уехал. По-моему, к моменту, когда я поступала, всего 800 человек из Казахстана уехало. Это какой платформ? Это был, я поступила в 2000, подавала в 2004 году и, получается, в 2005 году получила грант. Вот. Когда я уехала, в принципе, ну, то есть вот само вот это вот понятие, что может быть это сложно или там, я не знаю, в то время, мне, конечно, говорили, что я не поступлю никогда, что туда очень большой конкурс, вот. Но мне повезло, в принципе, и, наверное, один из таких драйверов было, это то, что в университете, где я училась, я начала еще в свое время работать, подрабатывать в этом же университете, участь. Я ассистировала одному из иностранных преподавателей, который был, то есть как бы связан, да, с программой Балашак, который мне, в принципе, сказал, что там нет никаких, он мне, в принципе, просто рассказал про программу, что там нет никаких сложностей, то есть там основной фокус был знать на тот момент английский язык, вот. Ну и, в принципе, что-то, что и получилось, я как бы, на самом деле, до этого там особо сильно не готовилась, потому что я уже работала, и, в принципе, вот закончила по программе Балашак магистратуру в Англии и устроилась на работу, ну, то есть продолжила, в принципе, работать, потому что я уже начала до этого работать. Это экономическое образование? Я магистр в финансах. А Балашак сейчас не отменил магистратуры? Магистратуру, по-моему, отменили именно для финансовых специальностей, то есть они сейчас фокусируются больше на тех отраслях, которые важны и значимы для Казахстана. Эльбеки, расскажите о вашем. В школе я, наверное, был двоечником, не, наверное, я точно был двоечником, потом в девятом классе, благодаря моей тете, которая тогда работала в нашей школе, она сказала мне, что ей стыдно за такого племянника, сказала, что надо подтягиваться, я начал подтягиваться в девятом классе и в десятом классе уже перешел в гимназию. Потом я поступил на юрфак, на самом деле я не хотел быть юристом, я хотел быть экономистом, но отец сказал, в нашей семье есть инженеры, есть врачи, есть экономисты, бухгалтеры, аудиторы, нам нужен теперь полицейский. Полицейский. Он не сказал юристу, он сказал, нам нужен полицейский. Свой человек. Да. Я пошел на юрфак, поступил на юрфак в Туркестане, тем не менее для меня все-таки было больше интересна цивилистика. Я закончил университет с отличием, потом там же поступил в магистратуру, у нас перевели почему-то в Алмату, хотя я должен был учиться в Туркестане, ну, с тех пор как бы в Алмате и остался. И когда учился в магистратуре, я параллельно устроился на работу. Вот такая короткая история. Ну, то есть в школьные годы вы были обычные школьники, по репетиторам вас не таскали, как это сейчас дети ходят круглыми сутками. Или какие-то суперматематические способности. У меня ничего такого не было. А в университете вы были отличником, а вы? Я со школы, да, была отличницей, да, но на самом деле... Ну, да, спасибо. А, ну, не было на самом деле сложности даже учиться. Вот я вот, я никогда не изубрила. Но вот единственное, что из-за того, что казахская школа, да, есть такое предвзятое мнение, что казахской школе как бы образование дают. Я вам скажу на самом деле, ну, я лично считаю, вот и по своему опыту, что если ты хочешь, в принципе, хоть чему-то научиться, и не важно на каком языке, в какой ты школе учишься, ты можешь в селе где-нибудь в казахской школе учиться, но если ты выжмешь из этой школы все, ну, то есть все то, что она может дать тебе, то, в принципе, у тебя будет хороший багаж. То есть ничего такого. Да, в университете я была тоже отличницей, но и как бы тоже особо мне, скажем так, труда этого не доставляло. Мне было просто интересно то, что на тот момент рассказывали. И я думаю, что отчасти, может быть, мне с преподавателями повезло, потому что большинство из них было практики, и они очень интересно рассказывали, и что прям даже было неудобно пропустить их лекции, и было очень интересно их слушать. Вам повезло с педагогами, с преподавателями? Да, наверняка, потому что они были и с международным опытом, и те, кто прошли с самого становления казахстанской экономики, практики очень были интересны, конечно. Скажите, пожалуйста, Асель, вы закончили, получается, по Балашаку магистратуру за границей, да? Да. Ильбеки вы отучились здесь. При поступлении, при приеме на работу имеет ли какую-то разницу, где ты учился, в Казахстане или нет? Ну, я вам скажу, что на самом деле, когда подбираешь сотрудника, это на самом деле вообще не важно. Если у человека хорошее, например, может быть, казахстанское базовое какое-то образование, но очень хороший опыт работы, то это, конечно, гораздо более значимо. Либо, если это совсем новичок, то, конечно, очень важно всегда, когда в резюме мы видим, что человек учился и параллельно, например, чем-то еще занимался, где-то подрабатывал, я не знаю, в чем-то участвовал, в каких-то, может быть, программах, пусть оплачиваемые, неоплачиваемые. То есть это очень важно, когда человек помимо учебы еще что-то делал. Ну и, конечно, если мы слышим, что человек учился по гранту, то это тоже очень много значит. Почему? Потому что, то есть, человек, какие-то бы усилия были приняты в любом случае, нужно было отличиться, нужно было выиграть, нужно было что-то пройти. А вот магистратура требуется? Нужна она или нет? Не обязательно. Ну, я, когда занимаюсь подбором людей, я на магистратуру, наверное, особо внимания не обращаю. Да, и у нас в компании я. И когда я сам ходил на собеседование, магистратура, да, ну, такого большого внимания на это не обращали никогда. А на что обращаете внимание? Больше обращали внимание, конечно, на опыт, все зависит от того, кого ты ищешь. Если тебе нужен неопытный человек, да, как Асем сказал, образование это очень важно. И плюс важен опыт работы хоть какой-нибудь, который соискатель приобрел во время учебы. А когда ты уже ищешь человека с опытом, очень важно, где он работал. Поэтому, когда начинаешь карьеру, когда начинаешь работу, надо большое внимание уделять, куда ты идешь. Потому что, если пойдешь, может быть, не в самую лучшую компанию, это будет иметь значение. То есть, если это студент с отличными академическими оценками, но у него нет опыта работы. И есть, допустим, другой студент с менее отличными оценками, может быть, ударник, троечник, но у него есть параллельный опыт работы. Вы отдадите предпочтение тому, у кого есть опыт работы? Наверное, да. Плюс зависит, конечно, многое от личностных качеств. Потому что, да, понятно, что нужно им технические, ханские, софт-скилллс тоже очень важно. Сейчас говорят, что софт-скиллс даже может быть важнее, чем ханс. Я бы сказал, что 50 на 50. Ну, фундаментальные и базовые знания, наверное, все равно актуальны. Ну, безусловно. Расскажите о вашей жизни после университета. Вот все мы заканчиваем универ. Как найти эту первую работу? Пойти по специальности или нет? Как это у вас получилось? У меня получилось таким образом, что я, как я уже рассказывал, когда поступил в магистратуру, нас отправили учиться сюда, в Алмату. Я пошел, по сути, по рекрутинговым агентствам, начал раздавать свое резюме. И в одну из компаний, это был реабилитационный фонд, им нужен был юрист в Алмате, они получили мое резюме каким-то образом, благодаря одному из рекрутинговых агентств. Пригласили меня на собеседование, это было первое в моей жизни собеседование. Они посмотрели, сказали, ты работал помощником, следовали, да, печатать умеешь, да, файл создавать умеешь, да, доверенность знаешь, что такое, да, процесс гражданских века знаешь, да, участвовал. Они такие, ну, хорошо, все, мы тебя берем. Хотя были ребята, я видел резюме, там, до меня собеседование проходили, и, там, с Казгу, с прочих университетов, я не принижаю ни в коем случае, но я считал, что меня навряд ли возьмут. Честно, я очень сомневался, что меня возьмут, но мне повезло, и это дало старт моей карьере. А потом вы где работали, чтобы проследить, как вот вы дошли до магистрата? А потом я работал в Халк Лизинге, это дочерняя компания Халк Банка. Проработал там год и понял, что банковская сфера немного не моя. Тогда все, это было начало 2000-х. А все, камень ваш огорода. В любом случае, просто у каждого человека свои предпочтения. Проработал в Халк Лизинге, понял, что банковская сфера не моя, порядка года. После этого перешел в компанию, которая занималась производством сахара. У них был рынок, 50% рынка Казахстана было у них. У них было 3-4 завода по всему Казахстану. Потом меня перевели в аффилированную компанию по производству цемента. Это был Greenfield Project. Мы его начали, раскачали, продали французам. Я с французами долгое время работал. После этого меня пригласили уже в Филипп Моррис. В Филипп Моррисе я проработал порядка 5 лет. Я считаю, что это замечательный опыт. Они только с точки зрения технических, с точки зрения софтскиллз. Я считаю, что у них система развития персонала, система развития работников, обучения работников одна из самых лучших. Они вкладывают огромные деньги в это дело. Они обучают. Вот ты, например, на работу только устроился, тебя на ориентейшн программ в Швейцарии отправляют. Ты какой-то уровень достиг, все, тебя отправляют снова куда-нибудь. Плюс два раза в год или раз в год у них проводят конференции. Там Мима-регион, потом весь мир собирается. Это грандиозные такие мероприятия. 250 юристов со всего мира. Огромная машина, огромная компания. Зачем же вы ушли оттуда? Раз уж столько плюсов в иностранной компании. Вопрос меркантильный. Меня потом пригласили в алкогольную компанию. После табачки я пошел в алкоголь. У меня сестренка пошутила, сказала, третья компания, куда вы пойдете, это будет компания, которая продает героиня. Проработал там порядка года и потом уже перешел в Магнум. То есть, когда уже в Магнум была такая сеть большая? Ну да, у нас было на тот момент порядка 30 магазинов. 30-32, сейчас это уже 69 магазинов. Это огромная компания. Да, это огромная сеть. Сейчас очень много преобразований, очень много людей. Сейчас в компании работает больше 10 тысяч человек. А как вы набираете? Через рекрутинговые агентства или можно по знакомству? Нет, люди требуются всегда, очень много людей требуется квалифицированных, очень много вакансий, потому что компания растет. Когда магазин один открываешь, там в среднем иногда бывает 300-500 человек на один. По большей части, конечно, это у нас линейный персонал. Охранники, продавщицы, кружщики, кулинары, мясники и прочее. Но административный персонал у нас порядка 700 человек, которые сидят в УГО. И да, набираем разные источники. Это и рекрутинг, это и через HeadHunter. У нас очень большая и очень серьезная команда HR. У вас так хорошо, наверное, выстроена система контроля над сотрудниками? Да, это тоже очень хорошо выстроено. У нас очень серьезная система безопасности, возглавляет ее как раз-таки Кайрат Калиев. По сути, он пришел чуть ли не, если я правильно напомню, чуть ли не на уровне охранника, либо начальника магазина, и дорос, то руководителя всей службы охраны и безопасности. Очень замечательный пример. Про него у нас была статья во внешних, то ли в Tengrenius, где-то про него писали. Замечательный пример роста именно в магнуме внутреннем. Он достаточно давно работает. Если ты работаешь в магнуме, то прилагаешь все усилия, то тебя заметят. То есть возможность, перспектива для карьерного работы. Я работал как в казахстанских компаниях, так и в иностранных компаниях. Многие считают, что в иностранных компаниях работают интереснее, лучше, там бонусов больше каких-то, условий труда лучше. Соцпакет лучше. Соцпакет, да. Машина, не машина, страховка, не страховка. И плюс работа с людьми там немного по-другому построена. Она построена. Да. Но я вам скажу, что в магнуме работа с людьми, она построена, я вам скажу, не хуже, чем во многих иностранных компаниях. А вы используете опыт европейских, там, американских компаний? Абсолютно. Почему? Потому что весь руководящий состав, большая часть руководящих состава, это бывшие работники БИКФО. У нас есть бывшие партнеры, да. Вот то, к чему я вел наш разговор. Бывшие партнеры, бывшие директора департаментов БИКФО. Вот с ними работать очень легко. Ну, все-таки вот многие, я знаю, кемэповские студенты, они стремятся попасть в БИКФО после окончания университета. Ну, и, видимо, они не зря это хотят, потому что это хорошая стартовая площадка для карьерного роста. Когда я был, ну, как, в 2000-е годы, у меня было очень много друзей, которые учились в Кемэпе. Они, да, очень сильно стремились попасть в БИКФО. Но сейчас молодежь уже немного... Да, если идешь в Кемэп, то, скорее всего, ты в БИКФО и попадешь. У меня супруга работает в Делоте HR. Говорит, сейчас отношение уже немного поменялось, потому что раньше БИКФО было на уровне мечты, а сейчас БИКФО это, ну, да, здорово, значит, ну, такого отношения, как в начале 2000-х, уже нет. И плюс местные компании, они все уже начали достаточно успешно конкурировать с иностранными компаниями. Местный работодатель тоже очень сильно стал. Если раньше все стремились к Филипп Моррису, JCI, БИКФО, там, в иностранные какие-то компании, сейчас очень легко из иностранных компаний переходит в местные компании. У вас тоже какой-то тренинговый центр есть, да? Да, безусловно. У нас очень большой тренинговый центр есть, обучают всех, в том числе, начиная от кассиров, заканчивая руководством. У нас система обучения кадров поставлена очень хорошо. А где можно найти объявления о вакансиях? На хэдхантере, потом мы были периоды, когда чуть ли не на остановках вешали объявления, да, пытались найти, и люди требуются всегда легко. Ну, то есть тот, кто в поиске работы, он всегда может прийти. У нас даже был период, когда мы на пакетах объявления о работе. И плюс, если вы пойдете в торговый центр, вы время от времени не можете услышать, что требуются определенные специальности. Аселя, у вас, получается, после университета как складывалась ваша карьера? Да, ну, у меня, наверное, так чуть, скажем так, плавно все произошло, потому что, начиная со второго курса, я начала работать в самом же университете на программе MBA, вот, в администрации. И уже, когда на четвертом курсе нужно было проходить практику, я проходила практику в Халык-банке и услышала, что в этой банке срочно уходит человек, и туда нужно, открывается вакансия, где нужно знать английский язык обязательно. Вот, поэтому я устремилась туда, вот, и им понравился уровень моего знания английского языка, а до этого я уже в Халык-банке, получается, два месяца проработала, ну, в смысле, практикуясь. И для меня, в принципе, была понятна работа, потому что это были смежные, да, скажем, подразделения, вот, если в Халык-банке я занималась торговым финансированием, то здесь, как бы, было уже управление финансовых институтов, который занимается отношениями с иностранными банками. Вот, меня, в принципе, сразу же взяли, то есть я устроилась на работу без диплома, а, в принципе, я вам скажу, моего работодателя особенно это не интересовало, есть у меня диплом или нет. Вот, меня взяли на работу, я начала там работать, и уже летом бегала в перерывах, сдавала экзамены, там, дипломную работу, и, в принципе, как бы, так закончила, работодатель даже не заметил, что у меня там периодически не было на пару часов. Вот, после этого, проработав АТФ-банки где-то полтора года, но это было такое активное время, это был 2003-2004 год, когда все только, ну, там, я не знаю, очень много денег приходило в Казахстан, когда были большие сделки, когда было все новое абсолютно, то есть, все, каждая новая сделка, это была первый раз, когда казахстанские банки это делали, поэтому это было очень интересно. Там, проработав, меня пригласили в American Express Bank, тогда тоже было представительство такого банка в Казахстане, вот, на самом деле, заметили они меня только потому, что вот я работала в подразделении, которое занимается отношениями с иностранными банками, ну, и так получилось, что с ними просто часто общалась, и, ну, опять-таки, из-за того, что это было такое время, когда очень было много работы, то, там, работали с 9 до 9, там, условно, да, вот, и, в принципе, за счет этого меня, может быть, и заметили в American Express, я им понравилась, они меня буквально сразу, там, без интервью взяли, потому что я занималась абсолютно тем, чем, ну, они знали, чем я занимаюсь, они абсолютно знали, как я владею информацией, языком, вот, и перейти, перешла туда я и проработала у них два года, прежде чем уехала по программе «Был шаг учиться», они пошли ко мне на встречу и предоставили мне, получается, учебный отпуск, да, академический отпуск, вот, я, когда я уже заканчивала, да, манистратуру, должна была возвращаться, там, буквально пару месяцев оставалось, они мне позвонили и предложили повышение по работе, потому что мой менеджер непосредственно уходила, и попросили выйти на месяц раньше. Вернувшись на работу, я буквально через пару месяцев получила звонок от Headhunter из Сингапура, что JP Morgan ищет себе сотрудника в Казахстане, и должность полностью соответствовала моим, то, чем я занимаюсь на тот момент, вот, ну, и, в принципе, после этого мы поговорили сначала по телефону, ну, то есть, как бы, да, там, это был очень долгий процесс, меня, на самом деле, JP Morgan очень долго рассматривали, очень долго проходила я у них все вот эти вот compliance процедуры, да, на соответствие, вот, летала в Лондон на собеседование, да, это было, я не знаю, это было, наверное, самое сложное собеседование в моей жизни, потому что я утром прилетела, вечером должна была улетать, и у меня было 15 встреч с разными людьми, ну, то есть, как бы, просто не выходя из комнаты, постоянно ко мне кто-то заходил, что-то спрашивал, вот, и пока они созрели, и так получилось, что мне нужно было уже уходить в декретный отпуск, вот, в общем, в конечном счете протянулось это, что я в итоге вышла в JP Morgan через два года на работу, когда они уже здесь открыли представительство, потому что изначально меня приглашали в офис в Лондон, вот, они открыли здесь представительство, и я уже приступила, когда они открылись, вот, и с тех пор я работаю вот в JP Morgan уже в этом году будет 11 лет, потому что, ну, диплом, магистратура, она вообще, ну, сыграла, наверное, какую-то решающую роль? Нет, в моем случае для них, в принципе, тоже было неважно абсолютно, где я училась, для них был важен мой опыт того, что я делала в Казахстане до этого, вот, и, конечно, было очень понятно, понятно, что они им нужны, как бы, им нравилось, что я уже до этого работала в иностранном банке, потому что, вот, как Ельбеги сказал, что есть там определенные тренинги, которые ты проходишь, когда ты только поступаешь на работу, да, есть куча разных внутренних процедур, правил, которые, в принципе, может быть, чуть-чуть отличаются от компании, но в основном они одни и те же, вот, так как это оба были банка, и оба американских банка, соответственно, там большинство вот этих процедур было для меня понятно, и они, для них, в принципе, это, как бы, было удобно, что я знаю и казахстанский рынок, и я знаю все внутренние процедуры, которые нужно, которым нужно соответствовать в иностранных банках. Как найти лучших людей, как их еще и удержать в компании? Многие считают, что это вопрос денег, я имею в виду заработной платы, но это не всегда так, особенно в последние, там, 5-7 лет, очень многое, большое значение имеет отношение к самой компании, отношение к руководству к тебе, вкладывается ли компания в тебя, в твое развитие. В последнее время молодежь стала очень большое внимание на это обращать. Если раньше, там, ты платишь зарплату, я, во всяком случае, по-моему, сейчас, но сейчас молодежь уже стала по-другому к работодателю относиться. Сейчас уже отношение, если раньше работодатель как-то превалировал в отношениях с работниками, то сейчас уже какое-то равенство, имеется в виду не с точки зрения законодательства, а именно рыночные отношения. Сейчас работодатель, ну, как я уверен, раньше, очень сильно заинтересован. А у сотрудников с какими навыками, там, качествами больше шансов расти дальше в карьерной лестнице? Ну, лояльность плюс, во всяком случае, в тех компаниях, в которых я работал, это дать больше, чем от тебя просят. И я всегда считал, что если ты хочешь быть успешным человеком, то ты должен превышать ожидания. Если тебе сказали, да, условно, пробеги 10 километров, надо сделать так, чтобы ты пробежал 12-15 километров, и чтобы ты дал больше, чем от тебя ожидать. А, Магнум, какие у вас планы по развитию? Вы хотите во всем Казахстане присутствовать? Ну, конечно, желание такое есть, но все зависит от финансирования, все зависит от многих факторов. Тот же самый персонал, дагистика, очень много факторов есть, поэтому в течение месяца-двух появиться во всем Казахстане не совсем реально. У нас вот в прошлом году был хороший пример. Мы большой магазин открыли по проспекту Туран в Астане, в Нур-Султане, извините, оговорился. Это самый крупный торговый объект, супермаркет в Казахстане, естественно, в Центральной Азии. На его открытие приходили чиновники и прочее. Очень неплохо. Это наш собственный объект, мы его построили собственными силами. А вы в онлайне есть? Можно доставить? У нас этот проект мы называем «ЕКОМ». Мы над ним работаем, и надеемся, что в ближайшее время мы его запустим. Я вот такой случай расскажу. Достаточно, ну, эту информацию можно в интернете найти, эту информацию публично. 30-го числа 2018-го года за один день объем продаж составил 2 миллиарда тек. 30-го декабря? Да. Новый год. Да. Ну, это какой-то ажиотаж ради одного дня, 31-го декабря, все все скупают, а потом сидят весь месяц без зарплаты. Пока все в декабре, январе, в декабре отдыхают, готовятся к праздникам, все это такое, у нас это самый рабочий период. Ассель, расскажите о вашей компании здесь, чем вы занимаетесь? JP Morgan – это глобальный банк. Вне Соединенных Штатов Америки мы предоставляем услуги только корпоративным компаниям, ну, корпорациям и банкам. То есть в Казахстане непосредственно наше представительство предоставляет услуги банкам, получается, мы банк для банков. Наши клиенты, наш основной таргет, рынок – это казахстанские банки. Вы консультируете? Да, помимо того, что мы предоставляем конституционные услуги с точки зрения инвестиционного банкинга, я непосредственно занимаюсь, мое подразделение называется транзакционного банкинга, это непосредственно передвижение денежных средств в любых валютах, но, естественно, основная валюта – это доллар США, как для Казахстана, так и для JP Morgan. Банки второго уровня? Банки второго уровня, но государственный центральный банк – тоже один из наших клиентов. Как казахстанские люди могут, студенты, например, выпустить, закончить универ, могут к вам попасть на работу в другие страны? Да, на самом деле все онлайн, есть JP Morgan Careers, это все онлайн доступные услуги, там есть подразделение специальное для студентов, но просто надо понимать, что, наверное, отношения наших студентов, то есть они не совсем понимают и не совсем в курсе того, когда надо подавать на работу. Когда я училась в магистратуре в Лондоне, то дедлайн, срок конечный, когда нужно подавать заявки на работу, то есть ты учишься на последнем курсе условно, и до декабря тебе надо уже подать все заявки, куда ты хочешь подавать на работу, то есть ты условно диплом свой получишь где-то в июле следующего года, но до декабря этого года ты должен уже подать. Поэтому это все надо делать заранее. У JP Morgan есть программа специализированная для выпускников, куда отбираются точно так же по онлайн-заявкам студенты со всего мира. Они оставляют свои заявки, их рассматривают, и уже в зависимости от кандидатов, от фильтрации выбирается очень большое количество студентов, но я сейчас не вспомню, по-моему, в последний раз я слышала 300 человек, и это только по региону Европы, Ближний Восток, Африка, вот ИМИ регион. И их отправляют потом на обучение на три месяца в Нью-Йорк, в головной офис JP Morgan, где они проходят обучение, то есть полностью получают информацию с нуля, чем занимается JP Morgan, то есть во всех деталях, все это они изучают, и потом у них ротация в течение двух лет по полгода в каждом департаменте, в разных департаментах, в зависимости от того, где они себя лучше показывают. Чаще всего практика такова, что если студент себя после, во время этой программы, во время ротации показал себя хорошо, то его оставляют в том или ином департаменте, где он лучше всего себя показал. Асель, а вот у меня такой персональный вопрос, как к маме четверых детей, когда вы еще успевали с такой карьеры шикарной, еще и семью строить, детей? Ну, в JP Morgan непосредственно я пришла, когда у меня уже был один ребенок, вот, а в последующие разы, ну, видите, для того, чтобы как бы работать и продолжать хорошо работать в компании иностранной, тем более, с учетом того, что у нас не так много человек в офисе работает. Были какие-то свои минусы, да, конечно, с этим, что я не сидела полгода по году в декретном отпуске, то есть я выходила в офис, приходила в офис, возвращалась в офис гораздо раньше, вот, но я вам скажу, в принципе, я не думаю, что от этого я как-то, там, дети мои как-то сильно страдали, потому что всегда можно выкроить, да, если у тебя есть хороший тайм-менеджмент, ты всегда можешь выкроить время, вот, ну, а сейчас, в принципе, дети, кто в садике, кто в школе, поэтому это гораздо проще сейчас. А вот как думающий родитель еще и преподаватель КБТУ, да, можно от вас совет, вот, к чему нужно готовить детей, какие базовые знания им нужны, обязательные, вот для того, чтобы попасть вот в такие, такого уровня, международные компании, организации, банки? Ну, ну, вот я вам скажу, я, у меня еще есть другой проект, он больше социальный, я являюсь ментором при Казахстанском фонде социального и культурного развития, вот, у меня есть манти, то есть, с кем я провожу беседы, да, вот, и из того, что я вижу, например, это, ну, это вот, это девушки, это девушки молодые, где-то примерно им 16-17 лет, которые сейчас только учатся, только все начинают, они учатся в колледже, я просто пообщавшись с ними, вижу, что не пытаются найти свои дополнительные какие-то источники, ну, то есть, вот, да, вот я, например, делюсь с ними информацией, говорю, что вот, вот можно здесь, например, бесплатно, потому что очень много бесплатных ресурсов, на самом деле, очень много бесплатных ресурсов, изучать английский, даже не в интернете, даже просто с преподавателем, сколько English Club, сколько можно вот именно, потому что вот чаще всего сталкиваешься с вопросом, где вы выучили английский язык, ну, окей, я выучу, английский все еще в приоритете, до сих пор есть, да, потому что, если мы не говорим про Кимэп, который на английском обучает, про БКБТУ, который на английском обучает, то есть, в принципе, язык, это очень большая проблема, потому что, как бы, да, у нас не такой большой охват, именно англоговорящего населения, вот, на самом деле, ресурсов много, то есть, как бы, ты вот, высылаешь-высылаешь ссылку, да, и возникает вопрос у них, они тебе ответ на вопрос шлют, что, а где, а куда, а во сколько, ну, то есть, как бы, да, вот она ссылка, зайди, просто почитай, на русском, на казахском, то есть, как бы, там, на английском, на всяком написано, просто прочти. Ну, то есть вот это вот, что или, например... Умение находить информацию, да? Да, несмотря на то, что столько источников, например, те же социальные сети, да, они не совсем, скажем, не то чтобы неправильно, а как-то не совсем знают, что ли, как пользоваться, да, потому что, когда я, например, рассказываю, я говорю, что на самом деле в социальных сетях есть и новостные ленты, да, там есть очень много источников для того, там, что-то изучить, то люди читают книги, а не вкратце излагают, то есть, да, о чем суть книги. Ну, то есть как бы на самом деле очень много познавательных вещей тоже можно в социальных сетях найти, а у нас социальные сети рассматриваются молодым поколением больше для интертейнмента, да, то есть только развлечения на что-то, на кого-то посмотреть, видео, музыка, вот. Конечно, вот это вот очень, как бы, обидно. Скажите, а вот умение подчиняться начальству помогать в карьере, и даже если как эксперт ты не согласен в этом вопросе со своим начальником? Я работал с разными начальниками, и в той компании, в которой я работаю сейчас, очень важно отстоять свою точку, какую зрение. Не надо доказывать, что ты прав, что ты красавчик, это своего рода наша рутина, да, всем доказать, что ты прав, но от этой рутины надо немного отходить и понимать, что будет в конце хорошим результатом, что приведет к хорошему результату. И если у тебя руководители адекватные, в моем случае у меня суперадекватные руководители, они очень легко... То есть надо доказать просто, постараться. Надо просто уметь убедить. Скажите, что делать сотруднику, которого не повышают? К примеру, его кормят завтраками, говорят на следующий год, да, ты классно работаешь, год проходит, нет повышения. Говорят, все, вот на следующий мы тебя точно повысим. И происходит просто выгорание сотрудника. Вот как с этим быть? Я сам столкнулся с такой ситуацией. Я просто ушел из компании, перешел в другую, где мне предложили другую должность, другую заработную плату. Это то, что я сделал. Конечно, все зависит от ситуации. Ситуации одинаковых ситуаций не бывает. Поэтому все зависит от конкретного кейса. Ну, когда я столкнулся с этим, как я уже сказал, я просто ушел. А скажите еще, пожалуйста, вот многие молодые люди думают, что устроиться на работу у нас в Казахстане можно только по знакомству, имея какие-то влиятельные связи и так далее. Вот как вы к этому относитесь? Это правда или все-таки через рекрутинговые какие-то ресурсы можно все-таки попасть в хорошую компанию без знакомств, без связи? Я считаю, что можно. Почему? Потому что тот же самый владелец бизнеса, он заинтересован в том, чтобы этот бизнес развивался. Он не заинтересован, чтобы на этом бизнесе, в этом бизнесе сидели племянники, братишки, что-то такое. И он как-то, может быть, и не развивался. Поэтому человек с хорошими способностями, очень профессиональный человек, его возьмут на работу. Вот такое мнение я, наверное, с ней не соглашусь. Даже на госслужбе, может быть, я не знаю, я слышал, но я лично с этим не сталкивался. Но даже на госслужбе я знаю, что для развития нужно иметь определенный уровень профессионализма. Каким бы ты там братишкой, родственником не был, тебя не продвинут, если у тебя нет хорошего опыта. На работу, это уже от человека, от самого зависит. Как он себя проявит, как он будет работать, от его трудолюбия, от его способностей. Зависит, будет ли руководство его двигать дальше. Ну, я вам скажу, даже вот в иностранной компании я слышала, ну, то есть я знаю случаи, когда, например, брали чих-нибудь чиновников казахских, например, на работу в иностранных банке или компаниях за рубежом. Но просто они не совсем, как бы, реалии понимают, почему. Потому что у них, как бы, был другой стиль жизни, да, и даже они отучились, например, только закончили университет. Но когда ты приходишь после университета, то есть надо ожидать, что ты работаешь не 8 часов в день, да, а ты работаешь, там, в среднем, там, 10, а то иногда 12 часов в день. И большинство не выдерживает, то есть, как бы, скажем так, их трудом, да, те же родственники, родители, там, устраивают на работу. Они работают в очень, там, перспективной компании, на очень хорошем месте, но они не выдерживают. Они не выдерживают, почему? Потому что у них ожидания были другие. То есть ты, на самом деле, когда ты после, скажем так, университета, да, не имея опыта, и тебя все-таки устроили, ты должен ожидать, что спрос будет очень большой, особенно в иностранной компании. То есть это за маленькую, там, скажем, за самую минимальную зарплату, да, или, там, стартовую зарплату в этой компании ты будешь работать 12 часов, и ты будешь отрабатывать все. Поэтому ожидания, вот, скажем так, вот такое, скажем, не всегда срабатывает. Поэтому приходят те люди, которые прекрасно понимают, сколько часов надо будет работать, как надо будет работать, как много, как, там, не знаю, в стрессе и готовые. Они знают уже заранее, они приходят на это, поэтому то и по-другому, потому что на самом деле выкладываться приходится по полной, если ты хочешь зацепиться и удержаться в этой компании. Если хочешь продвижения, то, вот, возвращаясь, да, к предыдущему вопросу, то, в принципе, если ты хочешь продвижения, то придется тогда делать, вот, как Эльбики говорил, да, что exit expectations, да, то есть у всех компаний, есть и у Казахстанских сейчас KPI, да, K Performance Indicator, где оцениваются, есть определенные параметры, по которым тебя оценивают. Там не только то, насколько ты, например, сделал план, да, если это вот продажники, то есть определенный план в год, который ты должен делать. Есть, например, помимо плана, есть какие-то внутренние, то есть вот с точки зрения compliance, как мы это называем, да, соответствовать всем политикам, правилам, то есть что ты даже вот когда делал свой бизнес, что ты не нарушил ни один срок, то есть, да, не пропустил ни один срок, не нарушил ни одно правило, то есть все было учтено, именно сделано по правилам. Ну и третье, наверное, это командная работа, то есть в любом случае, когда ты работаешь в большой компании, ты всегда команда, то есть ты должен работать не только индивидуально, ты должен уметь вовлекать, во-первых, других в процесс, делиться информацией, будь то на конференциях, да, либо вот когда там собираются по региону все вот одной должности или одной специальности коллеги, которые обсуждают и делятся своим опытом. На самом деле вот это вот тоже очень важно, особенно в иностранной компании важно, как они говорят на английском, да, это visibility, что люди знать будут, кто ты, например, по имени, никто не будет спрашивать, а кто это и где он вообще сидит. То есть если это глобальная компания, что тебя компания сразу должна будет, ну то есть или там в компании тебя знаешь, что да, ты вот такой, ты делал вот это, да, они знают твой опыт, и когда вот это все происходит, уже, то есть как бы пазл когда сходится по всем трем параметрам, тогда ты получаешь повышение, то есть потому что ты смог себя показать с хорошей стороны. А еще существует такой факт, что есть ребята, которые отучились за рубежом в топовых каких-то университетах, они хотят сразу какую-то должность. Вот такие дипломы вы отдаете какое-то предпочтение, допустим, если это университет Ivy League, допустим, выпускник с дипломом Ivy League, или не плюща? Ну, я лично считаю, что в принципе поступить в Ivy League не так легко, начнем с этого, отучиться там тем более не так легко, и еще надо закончить, получить хорошие оценки, чтобы получить диплом. Это же не просто 4 года посещать университет, то есть ты должен сдавать экзамены, ты должен какие-то минимальные параметры, минимальный показатель показать, и когда ты это все делаешь, а это, поверьте мне, очень сложно, и если ты это все сделал, то в принципе ты у тебя, ну не может быть так, чтобы ты совсем с пустой головой приехал, то есть у тебя все равно будет хорошего уровня образования, и то есть как бы, да, очень достаточно, чтобы начать, например, работать в какой-нибудь там международной корпорации. Поэтому я считаю, что в принципе то, что они не хотят с нуля начинать, тут есть другой момент, да, это уже выбор каждого. Ну, я, например, когда вообще начинала работать, и когда я впоследствии видела, когда вот студенты приходят, для меня там, когда тебя берут с нуля на работу, это значит, что тебя учат, обучают, показывают, как работать, как это делать, и еще за это платят деньги. Мне кажется, это вдвойне лучше, да, то есть в университете ты учишься и плачешь деньги университету, а здесь тебя учат и тебе платят деньги. То есть если это на самом деле, то есть если твои способности превышают то, что ты делаешь, то для тебя это будет вот как вот, пинатс, да, то есть как бы это вот, ты как семечки-то будешь щелкать, и для какой-то времени... И твоя компания всегда увидит, что вот это не соответствует вообще твоему уровню знаний, и они сразу тебе дадут что-то посложнее. То есть это не бывает так, что там, я не знаю, ты там на ксероксе стоишь целый год, да, потому что ты самый там младший по должности. Нет, такого не бывает. Если ты на самом деле можешь и способен, то тогда это всегда будет видно, потому что то, что, например, неспособный человек будет делать это условно там неделю, то ты сделаешь за один день и будешь сидеть уже и спрашивать, а что еще делать, потому что я уже закончила. А вот сейчас мы еще наблюдаем утечку мозгов наших, да, как за границу. То есть талантливые ребята во всех сферах, они ищут работу там, за бугром, и им за это хорошо платят. То есть столько они бы здесь не заработали. Как вы к этому относитесь? Может быть, и вы в перспективе хотели бы поехать в Америку, к примеру? На самом деле то, что вот по зарплате, да, естественно, там выше зарплата, потому что они уезжают в страны, где уровень жизни в принципе выше и дороже, чем в Казахстане. То есть начнем с этого. То есть там стартовая и минимальная зарплата в принципе выше. Поэтому мне кажется, там, справнивать их зарплаты, которые они получают в Соединенных Штатах или Великобритании, с тем, что они могут получать в Казахстане, это большая разница. Потому что, например, зарабатывая, может быть, даже половину этой зарплаты, которую они получают в Англии, зарабатывать половину этого, они могут жить даже лучше, чем в Англии. Потому что там и проживание дорогое, и питание дорогое, и транспорт дорогой. То есть как бы просто вот учаясь сама, да, я когда видела, что люди подают, я прекрасно понимала, что после магистратуры меня в принципе возьмут, ну как бы, да, условно так, шутя, если сказать, там, не знаю, младшим помощником старшего дворника, да, ну то есть как бы и ты будешь жить там, я не знаю, очень-очень далеко от своего офиса, потому что офисы обычно находятся в центре города, да, если у больших компаний. То есть это вставать там непонятно во сколько, в 5 утра, чтобы там на 6-6 часовую электричку успеть, чтобы доехать до определенной станции, потому что там сидеть метро, еще 40 минут перейти до Канари-Орф, например, в Англии, да, в Лондоне, я говорю, то как бы, когда такая перспектива стояла, да, и мне позвонили и сказали, приходи, и вот мы тебя повышаем сразу, естественно, я вернусь в Казахстан, потому что в Казахстане условия другие были, да, тут была там корпоративная машина, то есть там секретарь, там, я не знаю, у тебя другой график, у тебя совсем другой, другой офис и совсем другие, как бы, респонсибиоти, да, как там, обязанности, которые ты делаешь в офисе. Поэтому, мне кажется, сравнивать очень-очень сложно. Жалко, конечно, когда талантливые ребята уезжают, когда, если они уезжают и не возвращаются, потому что, например, я считаю, что почему бы нет съездить, посмотреть, как там, получить опыт, научиться и приехать, и сделать то же самое в Казахстане. Я считаю, что почему нет, это да, я, например, поддержала бы все цело, потому что очень много всего, что еще не дошло до Казахстана, да, пусть то будет, там, не знаю, в сфере услуг, да, те же продукты, есть определенные виды, там, не знаю, я не знаю, продуктов, которые просто, в принципе, до нас еще не дошли. Это мы когда ездим, там, не знаю, отдыхать, да, по работе, мы это все видим и думаем, блин, ну, почему же этого в Казахстане нету? И это, конечно, становится обидно, и вот в такой момент возникает идея бизнеса своего. Думаешь, надо приехать, и вот, да, implement то же самое, вот просто опыт, да, copy-paste сделать, вот, но опять-таки для этого, для того, чтобы copy-paste сделать, для того, чтобы, например, открыть компанию такую же, как Starbucks, да, Starbucks очень много лет к нам не заходили, я вот помню, в 2009 году я им писала письмо, говорила, давайте откроем Starbucks, я вот очень заинтересована, чтобы в Казахстане открыли Starbucks. Starbucks тогда ответили, они сказали, дайте параметры городу, то есть они мне опросник прислали, тогда, когда я им ответила, они мне сказали, ой, извините, в Казахстане численность населения у вас меньше 2 миллионов в городе, это для нас вообще неинтересно, потому что проходимость точки будет очень низкая, то есть даже одной, да, они хотят сеть, поэтому, видите, то есть как бы тут уже, опять-таки, вот столько лет он, да, не заходил в Казахстан, по той же причине, да, столько лет они не заходили, а такое же открыть, чтобы такое открыть, надо поехать сначала туда, поработать в Starbucks и посмотреть, как, посмотреть всю кухню и потом приехать и сделать то же самое, как в Казахстане. Поэтому для таких целей, кто уезжает, я, например, очень рада, но если уезжает навсегда, конечно, обидно, обидно, потому что своих талантов, в принципе, мы просто не так часто видим, или, может быть, они не так популярны, но есть, и когда я вижу, например, когда вот звезды бывают там, неважно, в любой сфере, в спорте или в культуре, там, не знаю, в творческие люди, либо это в бизнесе, всегда очень приятно, очень приятно, когда их видишь. Я скажу, что два предыдущих руководителя, Филипп Моррисе, они переехали, я имею в виду юридического департамента, переехали в Швейцарию навсегда. То есть это казахстанцы? Да, это казахстанцы, и к нам, Филип Моррис, приезжали юристы с Румынией, со Швейцарией и прочее, работали юристами здесь, в Казахстане. Я считаю, что к этому очень позитивно отношусь, и я видел, что многие ребята, которые приходили, приходят в иностранные компании, они как раз-таки приходят с целью дальнейшего интернешнл ассаймента, то есть переехать, может быть, на время, где какое-то время там поработать, что-то такое, и вернуться вот для этих целей. И я считаю, что это очень хорошо, это опыт, это хороший жизненный опыт, это хороший корпоративный опыт, опыт работы. Я, когда еще работал в предыдущей иностранной компании в Румынии, это были французы, я ездил в Париж, у них свой офис, в Эльдобо, там я научился не только тому, что technical skills, но и вообще очень много подчеркнул с точки зрения soft skills, как строить отношения с коллегами. Спасибо за интересную беседу, Эльбеке, Асель, было очень полезно с вами пообщаться, надеюсь, наши зрители вдохновятся, желаем вам побольше знаний, качественных успехов в работе, стройте свою карьеру, спасибо. 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 Спасибо.